Новый день встречаем вместе! Это программа Утренний Фрэш. Сегодня я, Влада Васильева, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит 20 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления скоростью до 10 метров в секунду, с порывами до 17. В Гомель открывается выставка под названием «Мои друзья». На ней работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам Пабло Пикассо, Марко Шагало, Хамедео, Модельяне и другими. В наимном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы. Удивиться игре фантазии и яркости цветовой мозаики оценит оптимизм автора. Приходите в картинную галерею Гавриила Ващенко. В дворце Румянцевых и Паскевичей начала работу выставка современной живописи «Стоп-кадр» художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его стоп-кадр. Организаторы выставки уверены, что встреча зрителей с деревянной архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Гомеля, который представлен в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите! Картинная галерея Гавриила Ващенко представила выставку под названием «Что может быть лучше природы? Афорт Ивана Шишкина». Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известное его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлены альбомы 60 афортов профессора Шишкина, 1870-1892, Санкт-Петербург. Это оригинальные афорты черной краской сепией. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. Библиотека имени Герцена предлагает познакомиться с живописью Норика Сарабекиана. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины выполнены в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основе которой положен вечный круговорот жизни. В музее автографа продолжает работу художественная выставка «Тетриц». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота, сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников интерьерный жанр, который больше, чем Натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Выставка открыта до 15 октября. 14 октября Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камератта». За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камератта» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пении акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песену смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. Приходите 14 октября в городской центр культуры. Начало концерта в 19.00. В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру. Статуя сделана в образе 11-летнего Гарри Поттера, который парит на метле. Единственная точка опоры спрятана за кустом, поэтому создается иллюзия полета. Фигура знаменитого волшебника установлена на площади Лестерсквер. Это один из семи монументов, которые можно увидеть в этом месте. Рядом с Гарри Поттером можно увидеть Мэри Поппинс, медвежонка Паттингтона, мистера Бина и Бэтмена. Место выбрано символично, поскольку рядом располагается два больших кинотеатра, где британским зрителям впервые показали этих персонажей на большом экране. Во Франции под изображением знаменитой Джоконды исследователи обнаружили первоначальный набросок Леонардо да Винчи. Такое открытие было сделано, когда специалисты начали более тщательно изучать это произведение искусства и сделали его снимок в инфокрасном свете. После проведения глубокого анализа под слоем краски обнаружили набросок художника. Черновик был выполнен с помощью древесного угля и трафарета. Специалисты предполагают, что изначально художник намеревался изобразить девушку в полоборота и смотрящую в сторону. Но, как мы видим, такое решение было изменено. Итальянские ученые сделали удивительное открытие на Марсе. После тщательного анализа данных они начали утверждать, что на Марсе есть жидкое озеро с соленой водой. По полученной информации, оно находится на глубине полтора километра под поверхностью планеты. В поперечнике его размер составляет от 20 до 30 километров. Рядом с крупным водным объектом ученые вывели еще три водоема. Меньшего диаметра, которые никак не взаимодействуют между собой. В США с одним из местных жителей произошла забавная и одновременно печальная история. Инцидент произошел на берегу водохранилища в штате Юта. Американец нашел красивое место и захотел сфотографировать свой автомобиль. Он припарковался и забрался на Пандус, чтобы выбрать ракурс получше. Но вот пока он решил вопрос с композицией снимка, все пошло не по плану. Машина решила искупаться. А парню оставалось только смотреть через фотоаппарат, как его авто скатывается в воду. Для того, чтобы вытащить машину на берег, пришлось вызывать спасателей. Молодой человек поделился кадрами, которые поначалу многих напугали. Но когда все стало понятно, эта ситуация вызвала улыбки. Хозяин перепугался, когда его пес весь в пене упал на пол душевой кабины. Парень подумал, что ретриверам что-то случилось. Но когда он присмотрелся, понял, что на самом деле собака просто решила расслабиться. Молодой человек потормошил пса, но тот отказался реагировать и продолжил отдыхать. Великобритании работникам зоопарка пришлось принимать меры после того, как несколько попугаев, сбившись в банду, принялись всех беспокоить. Некоторое время назад пятерых попугаев поместили в одной клетке. А теперь стало понятно, что это было большой ошибкой. Птицы быстро сдружились и стали местными звездами. Никто из сотрудников зоопарка не мог пройти мимо без смеха. Дело в том, что каждая особь умеет использовать нецензурную лексику и задорно смеяться. Люди, всегда слыша это от птиц, тоже начинали смеяться. И это только подкрепляло поведение птиц. В итоге их расселили и спрятали от посетителей. Правда сказать, что это помогло, пока нельзя. Ведь теперь все это каждый попугай проделывает по отдельности. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.20. Это был «Утренний прэш». В первый день рабочей недели хочу пожелать вам только хорошего настроения. Улыбайтесь людям, и они будут улыбаться вам в ответ. Редактор субтитров А.Семкин